Мэээээ, мээээ... Ой, бляа... Вот это хрустного! Уф-ф-ф-ф-ф Ещё этого не хватало... Здорового дня, может кому-то доброго вечера, но самое главное,- Сегодня у меня четверг, и, ... Скорее всего, выкладываю видос уже после выхода из-под наркоза, или как правильно говорит. Короче, меня отпустило, слава богу, и мне должны были вот как раз сегодня, получается, в четверг.. Резать руку по новой, ударять оттуда металлическую нить, тогда solvent... И, скорее всего, я уже выкладываю ролик, открывая один глаз. И поэтому, дорогие, родные, если не сложно, сразу лайк видосу. Я буду видеть вот эту большую реакцию, ваши приятные комментарии. И выздоравливать буду гораздо быстрее просто, ментально. Не знаю, сразу же, короче, встану, сяду за руль, поеду в зоопарк с детьми. С племянницами, с маленькими сёстрами, не своими детьми. Короче, привет, родные. С вами Радик. И сегодня смотрим, 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 смотрим на ножах пятый сезон. Город Саранск. Тем, кто из Саранска, большой салам. Просто привет кому-то, кому как нравится. Что у нас тут? Просто, знаете, уже новый сезон немножко так порадовал, порадовал. Решил немножко вернуться в прошлое. Посмотреть, может быть, что-то там было тоже такое щепетильненькое, хорошее. И вообще, в принципе, ребята, пишите в телегу, в комментариях, какой видос на ножах посмотреть. Лучше всего, прям вот, чтобы вам запоминающе. Возможно, из ваших рекомендаций что-то выберем, посмотрим. И поэтому обязательно подпишитесь. Подпишитесь в телегу. Короче, все, ладно, не буду я разлагульствовать. Всем хорошего настроения, приятного просмотра. Поехали на ножах. Нифига, а красиво. В Гадре появится знаменитая Мордовия-арена. Оле-оле-оле, еще звучит над городом, в котором проходили матчи чемпионата мира. Теперь в футбол здесь играют все, даже повара. Чего? В Саранске? Нет, я ничего не имею против футбола в Саранске. Но от бабахали шикарный стадион. Надеюсь, там футбол развивается. Просто, что-то мне не особо в это верится. Поэтому, если кто из Саранска, напишите в комментариях, пожалуйста, как у вас там по футболу. Я, как любитель футбола, очень переживаю за саранский футбол и за данный стадион. Потому что эту машину, блядь, это нужно обслуживать же. Проводить игр, кучу людей. Короче, ладно, а не о футболе. Я извиняюсь, если... Блядь, может о футболе сделать какой-то небольшой каналчик. Телеграмчик, каналчик сделать. Я не знаю. И там общаться как-то. Вот просто хочется с кем-то делиться об этом. Вот дискуссировать. Однако, для победы одного любительского энтузиазма мало. И на поле выходит гордость гастрономического мира. Надежда современного спорта. Ведущий игрок кулинарной сборной, шеф-повар всея Руси, Константин Ивлев. Нет. Я пока могу сказать, эта ставка мне больше всех нравится. Чел, блядь, не только мяч пропустил. Но ты еще шорта еще не потерял. Супер-гуд переводится как «очень хорошо». Мы работаем достаточно интересно, интересные люди. Кухня очень даже неплохая. Мне нравится супер-гуд. Но мы работаем в ноль. Третий год этот ноль уже вот задолбал. Я даже не могу назвать причину почему. Людям просто нужно веселье. Потанцевать, развлекаться, караоке. А у нас этого здесь нет. Какой? Вау, какая она неприятная с виду. Вам не кажется? Такая. Ладно, не осуждайте просто. Ну это типа, короче, это сугубо мой взгляд. И он может быть не самый верный и не самый неправильный. Потому что я бывает в комментариях замечаю, что типа «Радик считает так, Радик думает так, какой кошмар». Кринж, да, блядь. Кринж, это ну, у вас тоже странные мысли, я в этом уверен. Караоке. У нас жилой дом. Мы в один часок закрываемся. Но мне не нравится интерьер. Интерьер какой-то неуютный у нас. Вот эти вот занавески, они сыпятся во все блюда. У нас никто не слушает. Но у нас нет финансовой возможности. Мне не нравятся некоторые позиции в меню. Я считаю, что у меня раздута. У нас есть и бургеры, и мясо, и паста, и пицца. Кухня. Ну пока так вроде нормально. Нет. Не справляются. Наша самая главная проблема – это отсутствие оборудования. У нас не хватает банально даже гастроемкостей. Просим улучшить условия на кухне. В бронде как бы сказано, что да. Ну а в течение двух лет мы этого не видим. Бывает то, что продукты не самого высокого качества. Мы приходится иногда делать конфеты. В кухне бывают проблемы. Блюда очень долго отдаются, очень долго. Просто некоторые люди даже отказываются и уходят. У нас нет шеф-повара, есть старший повар. Я как бы хороший повар, мастер своего дела. В общем сказать, the best from the best. Такой он, блин, сельский мужик какой-то. Хороший повар, плохой руководитель на кухне. Официантов надо как бы натаскать, общаться с гостем. Иногда он ходит недовольный, не нравится обслуживание. С персоналом очень трудно справиться, конечно. Ну с Кристиной у нас отдельный случай. С Кристиной мы особо не... Она... Я предположу, но мне кажется, она как будто родственница. Там, возможно, дочь хозяйки. Такая, знаете, сучка. Кристин не в обиду, но просто с первого взгляда. У нее есть такое немножко высокомерие. Она понимает все равно, что она дочь. Наталья Александровна... Как в воду вглядела. Е-мое, блин, а! Он знает про наши стычки с Кристиной. И тем не менее на это закрывает глаза. Я считаю то, что Диана хотела встать на пост администратора. А так как пришла я, дочь Натальи Александровны, получилось так то, что меня, наверное, возненавидели. Наталья Александровна с нами общается не как директора. Ну, ты как бы и не заслужила это место. Тебе вообще по барабану. Ты сидишь вот реально на обмену за всеми. Такая ебать. Извините. Лучше как подружка. Ну и поэтому мы наглеем. Это неправильно. Они сели мне на шею, честно говоря. Я сама по себе очень мягкий человек. Даля Александровна хороший человек. Мы ее любим. Я смотрю на нее как на близкого человека. Что делать, я не знаю. И вот поэтому мы и пригласили конст... А что вы смотрите на близкого? Сами же говорите, на шею сели. Вместо того, чтобы помочь, блядь. Контент для того, чтобы он помог. Для того, чтобы меня носом потыкал. В чем мои ошибки? Супер Гуд оказался совсем не супер. Разбалованный коллектив. А, я еще, короче, еще туда вычитал. Что некоторых персонажей на ножах вливают как бы специально туда, чтобы создать конфликт во время шоу. Блядь. И мне это максимально неприятно становится. То есть, да, шоу есть, но у меня горит лично душа за заведение. То есть, да, вы понимаете, вы нам показали сказку, прикольную историю. И уехали. Все, заебись, блядь. Мне бы хотелось, ну, типа, чтобы реально кафе жило и так далее. Потому что... Ну, сейчас до бургеров дойдем. Я скажу свое мнение. Любленный администратор, слабый руководитель. И это только малая часть проблем заведения. Наш строгий судья уже на подходе. Посмотрим, кто будет играть в основном составе, а кто отправится на скамейку запасных. Эх, Саранс, хороший город. Начало мне нравится. Уже взял кубок. Ну и, соответственно, вот оно. Это заведение. Кубок пизда... Вот это вот... Вот это вот, знаете, я уже из-за этого начинаю злиться, блядь, иногда. Потому что я перепробовал достаточно много бургеров. И могу сказать, где реально вкусно, а где невкусно. И когда вот так вот заявляют, знаете, заходишь, отдаешь, в принципе, хороший бургер, стоит, блядь, приличную сумму. Берешь, пробуешь его, и он оказывается полной шляпой. Мне прям, ну, мне становится обидно, мне хочется пойти сказать, это невкусно. Ну, типа, это норм, но это не самое вкусное, что я ел. Можно мне хотя бы половину моих денег обратно? Уже почти чемпионское заявление. Тогда я делаю встречное заявление, что если им удастся меня удивить, я отдам свой кубок. Первое место. Пойдем посмотрим на этих чемпионов. Ждали приезда Константина, боялись. Здравствуйте, Константин. Я с улыбкой встретила Ивлева. Зашел и сразу уселся. Я боялась подойти, у меня трясли руки и ноги, и все на свете, мне было очень страшно. Бояться поздно. Константин готов проверить, насколько официанты ориентируются в меню. Ведь позиций там не сосчитать. Ну да, немало, кстати говоря. Ну такая пивная, обычная. Бля, ну много бургеров. Реально много бургеров. Зачем? Бургеры 4 бы ввели в позицию и все. Что там еще есть? Закуски к пиву, горячие блюда из рыбы. Ну, можно было тоже раз, два, три, четыре, пять позиций. Бля, тут еще полно позиций. Ну такое, роковарня. Твой любимый бургер? Техас. Техас. А булочка черная, белая, у нас булочки идут на воду. А вот на свое усмотрение, чтобы прям я офигел. Вот так, шеф-салат с медальонами из телятины под малиновым соусом. Что это за такая? Какая самая отвратительная пицца, на твой взгляд? Маргарита. Вот давай маргариту. Знаешь, отдай-ка мне соляночку. И фахито здесь. Солян, ебать. Шашлык из курицы. Наталья сама просит ввести новые блюда, но при этом не сократив другие. Нет, надо сокращать, надо сокращать. Правда, есть некоторые заведения, которые я захожу уже. Вот в Питере было недавно. Бощ, как это так называется заведение. Приятное, милое заведение зашел, но... Нет, там все-таки неплохо. Там хорошее заведение могу посоветовать. Также сейчас момент я уточню. Да, так, но в большем заведении, которое мне понравилось, реально, ну не только мне, называется в Питере Астар. Я советую. В принципе, ценник такой приличный, я считаю. Ну, типа, для меня это выше среднего. Но очень нежно, очень вкусно. Приятное заведение, приятные официанты, приятная атмосфера. Такое, он достаточно молодежное. Много красивых людей там. Поэтому Астар, ну, я советую, советую. Хотя бы загуглите, посмотрите. Еда там реально вкусная. Сет три поросенка. Ниф-ниф шашлык. Блин, мне кажется, я здесь буду один большой порося. После всего этого. Техас. Шеф-салат. Соляночка. Пицца Маргарита. Сет три поросенка. Фахитос. Так она стоит. У меня такое ощущение, что она даже, это, знаете, не то, что ростом выше, а специально взяла с собой табуреточку маленькую поставила, чтобы оказаться надменнее. Чипс. Все верно. Заказ впечатляет своим размахом. Готова ли кухня закатить пир? Бля, там заказ-то неплохой. Ну что, справимся. Думаю, может даже удивить. Думаешь. Может даже очень сильно понравится ему. Возьмет рецепт у нас еще. Удай. Ну-ка, скорее-то все равно просто поволнение. Держимся, собираемся в силу, в кулак. Все, надо ни в коем случае не оплошать. Ну вы уж постарайтесь. А пока шеф Ивлев побеседует с хозяйкой и проведет ревизию зала. Добрый день, Константин. Здрасте, я Константин. Меня зовут Наталья. Я одна из собственников этого заведения. А, очень приятно. А, одна из собственников даже. Я пойду, ты не могу, кто дальтоник, ты ли дизайнера? Мне не нравится интерьер, потому что здесь как бы непонятно. Это спортбард, либо это пеп-ап какой-то. На них надо натравить гринпис. Ты представляешь, сколько они молодых деревьев здесь поубивали. Достаточно большое количество пеньков отваливается. Ну они отваливаются, это на самом деле. Деревяшки надо убрать вообще. Это, конечно же, пылесборник. Это страшные вещи. Вон, смотри, сколько с нее всяких. И вот эти веревки тоже снять. Так вы же, блядь, все это видите. Вы чего не уберете, в чем проблема? Ладно, по деревяшкам, да, вообще вопросов у меня нету, потому что, ну как бы не особо понятно. Но по веревкам-то очевидно, это шляпа полная. Они у нас раньше не висели, мы их повесили, но поняли то, что мы зря это сделали. Не убираются, грязно. Подготовка зала конкретно была такая же, как мы делаем всегда. Мы убираем столы, проверяем специи. Что-то там делать с феерической переездом Константина мы не делали. Здесь, конечно же, классика жанра, не хватает еще и коностаса. Чего здесь только нет. Самый прикол, ты посмотри, как ребята хранят сахар, который они засыпают, а вот это косяк. Еще знаете, о чем прикол? Это же все прямо рядом с полом, на нижней полке. Тут постоянно ходят люди по этому полу. Летит грязь, ботинок, там что-то еще. И, соответственно, все равно что-то залетает в кастрюлю. И люди по факту пьют кофе с землей, блядь. Зал проверку не прошел. Похоже, тут не хватает твердой руки руководителя. Посмотрим, как справляется с заказами кухня. Шеф-салат. Блин, реально, это так много мелочей просто. Это такая ответственность нести. И вот так я, бывает, смотрю, грустно становится. Но хотя, я же говорю, есть отличное заведение. Надеюсь, там не только снаружи как бы все прекрасно, но и все-таки внутри. Еще и кунжутом на сыпали. По мне салат, ну, типа, как полноценное блюдо, но выглядит как идиотизм какой-то. Мясо. Попробуй, пожалуйста. Вот я смотрю, ты тоже, да, не могла сразу же откусить? Мясо не тает во рту, да? Нет, не тает. Какое-то долгоиграющее. Мясо, на самом деле, просто резина. Это было невкусно, когда я попробовала. Слушай, а кислотность малины не зашкаливает? Есть немножко, да, согласен с вами. Тоже зашкаливает, да? Угу. Ну, холодный цех провалился вообще полностью. То есть, салат отвратительный. Салат. Мясо жесткое. Соус вообще ни к чему. Это сейчас тебе такой, ту-ту-ту, а как это так вышло, а? Нормально, салат. Да, мясо действительно жестковато. Давай, что скажешь? Было упущение, я не проверил Женю. Мясо тоже я не от себя отрезаю. Я работаю с вами заготовками. То есть, я работаю по технологичкам. Да, похоже, от кухни... Блин, она такая отличная отмаза. Я работаю по технологичкам, все окей. Не стоит ждать слаженной работы. С салатом не справились. Следом пицца Маргарита. Может, она не так плоха? Могу сказать так, что, конечно, на Маргариту это не похоже. Ага. Отвратительно, ужасная пицца. На внешний вид она, во-первых, не Маргарита. Это раз. Не то, что руколы посыпали. А, видишь, очень сильно ребят прижарили сыр. Пицца мне здесь вообще... Пицца, знаете, что напоминает? Такая, блин, в магните пятерочке продается. Такая замороженная за 30 рублей, сколько она там, или 50 рублей. Которую прям, не знаю, такая дубовая вот кидаешь. И там просто, там чисто какой-то соус. И три дохлые колбасинки. Вот то же самое. И ни одна не нравится. Я говорила о том, что пицца у нас невкусная. Пицца, тесто. С пиццами провалились. Я предлагала ее вообще убрать. И Миша предлагала ее убрать, что не нужно. Второе блюдо мимо. И пока на кухне ищут крайнего, Константин уже заждался следующего блюда. Неужели коллектив Супер Гуд не сможет собраться? Соляночка. Они еще заново ее варят. Обалдеть. Быстрее! 25 минут прошло! Кристина полезна тем, что она симпатичная, красивая девчонка. Ей легко уладит какие-то конфликтные ситуации в зале. Но никак не лезь на кухню. Здесь она, да, мешает. Ну, знаете ли, симпатичная, веселая девчонка тоже может потом пострадать после того, как уладят конфликтные моменты. Мужики-то у нас разные бывают. Сюня в нее влюбился. Пицца. Глазками заиграла со мной. Видишь, она как сама поговорила. Успокоила меня. Все, моя. Сейчас все уйдут, закрываться будут. Дожду все. И все, Кристина потом. Проблемы на года два точно. Хватит, обсуждай. Я бы такое сказал бы не раз. А давайте быстрее, он там ждет. Наталья Бридянак. Откуда такая у меня дата? Два года проблем. Ну, типа, ладно. Год он ее пытается добиваться. И еще год он ее потом абьюзит. А через два года находит просто новую девушку. И все, по новой. Кухню она очень сильно намешала. Да, у меня, конечно, представление о мире просто ее. Еще когда тебе там под руку кричат, то есть... Ну, это очень уводит себя. А то, Александр. Вот так, так, вы, конечно, будете наоборот создавать... Да не, не ебать. У меня нормальное представление о мире. Потому что сталкиваешься постоянно с каким-то, ну... Какой-то дичью вообще нереальной. Ну, просто, ампи, нет. Был такой случай. Мне рассказывали, что тип встречался... Это вообще, конечно, не в тему ножей, наверное. Но тип встречался с девушкой. А он с ней расстался. Ну, как по каким-то плохим причинам. Ну, короче, не очень хорошее расставание. А по итогу он, когда... У него появилась новая девушка. Или там кто? Новая пассия. Я не знаю, он скидывал... Ну, то есть, интимные фотографии своей девушки. Новой, своей старой. И как они занимались, ну... Непристойностями. Тоже это ей скидывал. И такой, типа, смотри, я живу счастливо. Классный мужик. Взрослый. Я уверен, солянка шляпа, скорее всего. Потому что они вот ее току-току сделали. Она еще, знаете, такая, типа, не получила навариста своей. Ну, и легкой перчинкой внутреннего конфликта. Может, она все-таки впечатлит шефа. А, ест, ест. Мм, очень вкусно. Ну, сори, амба. Я сказал, очень вкусно. Ужасно. Я пошутил. Диан, значит, передай шефу, что солянка вкусная, хорошая, но мне не хватило вкуса и аромата копченостей. Солянка неплохая. И у тебя твердые четыре по солянке. Сразу появился, как бы, такой позитив. Пошел азарт. Сразу захотелось готовить и быстрее. Прямо это все, прям вкуснее. Ну, давай, давай, давай. И на радостях Миша решил закрепить свой успех огненным махитас. Че, подпалили реально? Блядь, надо тоже поаккуратнее быть. Не надо себе фахита заказывать. Короче, я отращиваю себе бороду, вот пока досюда не отрастет, но я остановлюсь. Явно блюдо не для бородатых. Это очень, конечно, страшно. Первое время я вообще его боялась поджигать. Чуть не подожди ему бороду, короче. Он прям вот так вспыхнул. Да ты че? Да я, понимаете, я растерялась. Было такое чувство, как будто я вот в фото паду просто в уморок. Бабах на лимон. Рада в уморок падать. Впереди дегустация фахитас. Я, если честно, даже это пробовать не буду. Эти овощи все сами по себе пропитаны алкоголем. И есть это будет не очень удобно. И самое главное, невкусно. По поводу фахитаса, это блюдо вкусное. Мишка переволновался, наверное. Это, может быть, он просто хотел ускорить момент. Обычно он даже дольше готовится. Абсентом отдают, да. Ну, по мне это очень вкусно. Ну, как можно естся и набухаться. Отлично, блядь, это мое блюдо. Точно. Попробовал. Что, фахитас в Абсенте, да, обжигают? Мне просто интересно рецепт фахитас. Я просто, я думал на каком-то там, ну, на коньяке, может быть, что-то еще. Я вообще, ну, типа, я не знаю, фахитас суть. Фахитас с курицей. Классический рецепт фахитас шеф-маркет. Ну, с текилой, ну, может быть еще. Ну, абсент, мне кажется, такая. Не знаю, такая прям история. Типа, ну, по вкусу совершенно разные, как бы, в отличие от текилы. Я просто в голове себя пытаюсь представить это. И что-то у меня какая-то такая, ну, типа, дичь. Похоже, неиспарившийся Абсент Фахитас помог найти общий язык Наталье и Михаилу. Тем временем Константину принесли... Ничего, вот это выглядит, кстати, очень даже бодро. Еще одно пикантное блюдо. Мясное собрание Три Поросенка. Блин, она готовая? Слушай, запах вообще отвратительный. Мне не пахнет мясом, мне пахнет каким-то, я не понимаю, в чем он готовит ее? Ну, потому что это не мясо пахнет, это пахнет... Пойду попробую. По остальному? Не хочу. Расстроился сильно, конечно, за рульку. Это прям было очень... Ну, нет, вот выглядит прям по мне, ну, как... Очень даже бодро и дорого. Досадно. Про рульку он сказал. Короче, он сказал, что это пахнет... Зачем это пахнет? Очень интересно. Есть доля правды, то, что мы используем только списанное пиво. Списанное пиво, вот от УДЗАР, конечно, неудивительно. Так оно же прокисшее. Ты че, чел? Ты его попей, потом обосрись. По факту, ты его... Ну, я не знаю, может быть, есть такие блюда где-то типа сюрстреминга. Но оно реально будет вонять. Экстремальная у Константина работа. Чем только не пытаются его накормить горе-рестораторы. Опасный момент. На подходе бургер. Кубок можешь передать шефу за очень вкусные, офигенные бургеры. Я знала, что ему понравятся наши бургеры. Реально вкусно. Блин, заинтриговал, заинтриговал. Потому что, признаюсь честно, особенно перед Ульяновцем, потому что гоняю в Ульяновск и гоняю некоторые там заведения периодически. Местные говорят, ну, мои друзья, там очень типа вкусно, вообще прям ярко, офигенно. Видимо, я зажрал со своими вкусами уже, потому что, ну, типа, в Москве и в Питере, ну, то есть, реально есть очень высокие, как бы, так сказать, с высокой планкой заведения по бургерам там и так далее. И я был там в одной пивной, я говорю, хот-дог вкусный, пушка, обычный хот-дог, то есть, не выстрелили, там, булка вообще не, я не отчемная. Бургеры вкусные, то есть, да, ну, то есть, ребята живут сейчас в Ульяновске, это в основном, которые у меня из Москвы приехали, живут в Ульяновске некоторые, ну, которые бывшие в Ульяновске, вывернулись, так сказать. Вот, и они пробуют, они говорят, ну, мы солидарны, короче, они такие, ну, типа, ничего такого, и денег он своих не стоит. Вот, и поэтому в Саранске, если есть такие, чувак делает такие бургеры, ну, это мое уважение. У нас самый вкусный бургер в Саранске. Я могу тебе сказать, что ты большой молодец, и это тебе вручают. Бля, бургер захотелось, вообще жесть. Спасибо. Шоколадный. Вкусная и точка. Спасибо, спасибо, я рад такую оценку. Какую счастье испытываю, то, что получил кубок, когда мне вручили кубок, такой прям был позитив. Жопа слепимся. Рано радуешься, Миша, как вручили кубок, так могут и отнять. Посмотрим, как шеф оценит твой вишен-чипс. Могу сказать, что восходит странный повар. Реально, понятия не могу. Холодные блюда все были не самые лучшие. Супы спорные. А некоторые виды горячего просто фантастические, даже можно назвать. Фишен-чипс, признаюсь себе честно, наверное, и в Москве такое не найдешь. Да ну нахуй, серьезно? Блин, ты вот интригует. Ну и вот, пожалуйста, человек вот пробует, банально, да, и они тоже пробуют. Все понимают, что это более-менее что-то вкусно-невкусно. Уберите, вот, ну, пицца, всем понятно, что она невкусно. Уберите пиццу. Не тратите на нее деньги. А там какие-то салаты там уберите, тоже не тратите. Сделайте, вот, это у вас пивнуха. Все, тут уже понятно. Бургеры, чипс, ну, фишен-чипс. А может, какие-то салаты, может, супы. Все, у вас отличный концепт. Просто, ну, продолжайте вот и бить, и бить. К вам будут ходить. Очень вкусно. Бля, надеюсь, они роллы не крутят там. Молодой, конечно, переполнял. Старался не показывать, чтобы не волновался и коллектив. Ну, я была в таком ощущении, я так хотела его увидеть. Я даже его потрогала чуть-чуть за руку. Так мило. Я Маруся. Привет, Маруся. Молодец. Так мило. Кто, я? Я. А глаза какие голубые. Это любовь. Так. Я приятно удивлен. Я тебе могу сказать честно, откровенно, как коллега-коллеги, твой фишен-чипс самый вкусный, который я встречал вообще где-то в Москве и в России. Это реально очень вкусный. Спасибо, спасибо. Значит, что касается бургеров, да, то есть бургеры, признаюсь тоже, что то, что написано у вас на входной группе, это соответствует действительности. Мне очень было приятно. Блин, ну, тут прям, мне очень прям приятно за чувака. То есть я же с самого начала тоже докопался по этому поводу, а вот все, распал по фактам. Ну, что нас похвалили. Да, на момент испытываю гордость за то, что Константин нас оценил. Это очень здорово. Хочу вас огорчить. Шеф только начал оценивать. И так как пряники, похоже, он уже раздал, в ход пойдут кнуты. Ну, как обычно. Самое большое расстройство мое – это пицца. Сладкий соус, очень сладкий. Соус для пиццы у нас покупной. Тесто на пиццу не имеет места быть вот так вот крошиться. Оно должно быть слегка прорезиновым тестом, скажем так, но не таким. Я работаю с тем тестом, которому меня научили. Тесто от меня не зависит. Я не могу от себя что-то добавить. Я делаю все по технологичкам. Сыр. Он должен тянуться. В этом начальная идея Маргариты. Ну, я понимаю. Рита, 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 Маргарита. Чтобы легкая запеченность была? Не п***. Просто некоторые твои фантазии, я их просто вообще не понимаю. А как же? Надо что-то все равно как-то сделать как-то что-то пособенно, по-другому. Как бы фантазировать, придумывать, что-то... Все равно, ну, надо же экспериментировать. Экспериментировать надо, но не на этом. Вот твой эксперимент, например, с мясом, это вообще есть невозможно. Ну, не-не-не. Экспериментировать с классическими блюдами, конечно, можно, я думаю. Но это дома. Но надо еще в меню как бы это указывать. Потому что если я пришел, я заказал себе Маргариту, и ты мне приносит эксперимент, б***ь. Нет, извините, конечно. Я хотел Маргариту, мне не нужен ваш эксперимент. Я понимаю, ты художник, ты повар, ты так видишь. Но как бы я пришел пожрать, а не быть подопечным. Ну, как сказать, правильно, быть подопечным? Я пришел сюда пожрать, а не так, чтобы надо мной экспериментировали. Мясо жесткое, мясо перемороженное. Малиновый соус вообще не понимаю зачем. Нерафинированное масло к чему? Эксперимент! На фиаско. Для меня странное сочетание говядин с малиновым соусом. Я бы этот салат себе точно не заказывала. У тебя аромат идет спиртовой. Фламбирует зачем? Фламбе по-французски, огонь. Фламб. Понимаешь? Фламбирует для того, чтобы спирты ушли. Для того, чтобы алкоголь не проходил волокна продуктов. И не оставлял свою горечь, либо эфирные масла. А ты вот здесь вот червями все нарезал, и у тебя все овощи, и курица в том числе, вся уже просто в... от абсента. Константин правильно сказал. Алкоголь, впитался в продукте, да, возможно, адрес покрупнее. Похоже, творческие порывы Михаила не нашли отклика ни в сердцах коллектива, ни Константина. Вот это очень важный момент. Я это всегда называю самоуважением. Вот, во-первых, посмотри на эту бумажку. Она уже вся заляпана. Я это называю это уже творческим хаосом, потому что там каждый день, и на одно и то же смотришь, и такое же внимание, мне кажется, не обращаешь. Но все же Константин прав, потому что себя надо уважать, надо как бы любить свое рабочее место, все-таки вычищать поаккуратнее. И я заметил просто, что сейчас у меня рабочее место здесь тоже. И я по фактам проебусь бывает иногда. У меня тут что-то очень долго может лежать, а он какой-нибудь там, не знаю, фантик, и он просто неделю валяется. Я такой, ну, Радик, что с тобой стало? Так нельзя. Так нельзя. Вот. У нас получается холодильник течет, иначе не начнется. Ты думаешь, я не понимаю, что это у тебя вот такое происходит, что я, конечно, понимаю. Это он обосрал-то только что. По кухне прошлись, были замечания. Мы развели бардак. Я не вижу здесь прям такого несветного. То есть я считаю, что вот то сейчас происходит на полу, на столах, это просто рабочий момент. Санитарный день у нас был две недели назад. Подожди. Ну, видимо, санитар умер прям там. Смотри, санитарные дни. Бля, ну это нет, это вообще люто, это люто. Я вам сейчас санитарный час вам показываю. Ребят, я думал, так, шеф-мужик, и здесь, соответственно, еще и девочки. Думаю, будет сейчас идеальная чистота. Это ужасно. Вот то, что на кухню не убрали все до конца. Мне было стыдно за то, что получает за нас Миша. Действительно, да, он нам говорил, чтобы мы хорошо убрались. Но мы этого не сделали. Мы сделали акцент на заготовке. Я что так... Не понял. А они то есть знали, что ли, что он будет или что? Это, блядь... Что это такое? Рассабука. Когда Коснатин зарез в холодильник, было, конечно, очень страшно. А зачем замораживать это вместе с грибами, со всеми продуктами? Вы что? Что он сказал? Первым делом, конечно, я был стыдно. Очень. Когда Коснатин зарез в холодильник, стыдно за то, что получает за нас Миша. Действительно, да, он нам говорил, чтобы мы хорошо убрались. Но мы этого не сделали. Мы сделали акцент на заготовке. Тебе что такое? Рассабука. Когда Коснатин зарез в холодильник... А сабвуфер? Что он сказал? Я не могу понять. Ну, такой, знаете, извиняюсь, холодец, я бы сказал. Конечно, очень страшно. А зачем замораживать это вместе с грибами, со всеми продуктами? Вы что? В первом делу, конечно, мне было стыдно. Очень. За замороженное блюдо. Приходится так, как оборот довольных продуктов. А не проще сократить меню, Миша? Отвратительно. Вот так кухня чемпиона. Похоже, шеф поторопился с вручением кубка. Неужели состояние кухни перечеркнет все прежние заслуги? Ты посмотри. Ну, гнилые помидоры. Че тебе привозят? Тебе че? Ну, а кто-то принимает, ты же повар, перебери, потому что, ну, продукты уходят. Там один помидор захватит второй, и все, блядь, вся корзина подгнила. А-а-а! А-а-а! Вон, ты посмотри. У тебя помидор каждый второй гнилой. У тебя посмотри, какие кабачки. Бля-а-а! Я понял, здесь, как всегда, вечный конфликт шефа и скупердяйской хозяйки, которая покупает, из которых они хотят сделать конфетки. Эквивалировать это в бабло. Вписаний у нас много. Каждый раз, когда идешь на склад убирать овощи, вот находишь, то помидоры гнилые, то вот эти же самые кабачки, то еще что-то. Растапы, Миша, че такое? Что у вас такая грязь-то везде? Да, блядь, что с ним? Я думал, у них там все аккуратненько так. Да посмотри, какая грязюка. Ты посмотри, у вас уже слои. Слои грязи, Миша. Бля-а-а! Вот так вот сотрудники Супер Гуд хоронят свой успех в ледниках-холодильниках. Могут ли они осознать свои проблемы и ошибки? Это что у тебя здесь? Какие домашние? А вот это вот как вы готовите? Стоп! Это раздавил. Стоп! Само-собое раздавил, Миша! Само-собое раздавил! Это поэтому я говорю, что это могильник! Пельмени хранились неправильно. Наш косяк, сто процентов. У нас просто очень мало места. Ну, некуда это запихать, то есть нам нужно где-то это хранить. А это что такое-то? Это Ларина. А зачем столько всего? Что это такое? Грибы. Да ты сам даже не знаешь, что это... Это... Да, в душе не знаю. Какое? Потому что ты уже это здесь все похоронил. Наталья просит, чтобы у нас не было ничего на стоп-листе. У нас заготовки должны быть по максимуму. Так, блин, сделайте какую-то неделю, ну, вкусных блюд. То есть, словно вы открыли холодильник, смотрите, что-то у вас не уходит и так далее. Сделайте цену подешевле. Распродайте это, ну, типа, приготовьте. Ну, то есть, человек все равно же придет. Зачем бить акцент на том, что едят только одно и то же, если у вас старые продукты. Либо их выкиньте к черту. Либо реально сделайте какую-то, ну, такую гастрономическую неделю. Это же не сложно. Толст тоже довести, вернее, то, что мы не можем вот все вот это уместить. Бля, белый форс, я завидую. Иди сюда, хозяюшка. Это вообще-то твои деньги, чтоб ты понимала. Да, конечно. Дебет-скребель, ты считаешь? Считаю. Да у тебя порядка 60% денег заморожен. Подвел, подвел. Я очень им доверяла. Думала, что все очень хорошо, а оказалось, что там залежит продукт. Ты знаешь такую поговорку «доверяй, но проверяй, хозяйство все-таки твое же». Рано или поздно. Я понимаю, что там, типа, ты просто учредитель всего, это не обязательно проверять, но такая раз, небольшой аудит. Херакс прошлись, посмотрели, ага, а это почему, а это как, а вот это объясни, а вот это расскажи. Это нормально, это твой бизнес. Конечно, ужас в морозе. Денежное сохранение в виде языка и всего остального, то, что там даже... Было сильно стыдно. Даже тяжело было, на самом деле, поднять глаза после того, как обнаружили этот язык. Миш, я вот тебя похвалил, знаешь, но с точки зрения управленца такого я еще не видел. Я примерно, конечно, понимал, что он скажет, но не думал, что это будет настолько жестко. И это было правильно, что сегодня он все это нам как бы показал, в каком действительно состоянии у нас продукта. Конечно, стыдно было, из-за того, что так все хранится. Какое-то непонятное состояние внутри, я даже не могу это описать. Я полнейший раздавливаю. Если от души вынули, просто-напросто не перевернули все так. Хватит траурных слез. Шеф Ивлев всех ждет на общем сборе. Смогут ли работники ресторана признать свои ошибки и встать на путь исправления под руководством Константина? Очень неоднозначная ситуация. Вроде с едой это все в порядке, а внутри-то как раз очень большое количество проблем. У меня вопрос к Кристине. Почему это такая ситуация? У нас всегда такая ситуация. Я вообще считаю, что наш персонал чуть-чуть, наверное, мы его избаловали. А с чем это связано, Маша? Я думаю, что мы друг друга не слышим. Мы просим Наталью Александровну, но она не слышит, она не понимает, что нам нужно какое-то меню для порядка. Миш, какие у тебя есть пожелания? Те, которые не слышат хозяйка. Холодильное оборудование. А может быть проще сократить меню? В том числе, да, сократить меню. Да, неоднократно уже говорили мы об этом. Почему ты не даешь им сократить меню? Ну, потому что мы снимаем, как бы, отчет по продажам и видим, что у нас продается все то, что есть в меню. Убрала, наверное, после критики Константина. А-а-а, замороженный холодильник, блядь, для чего? Кому? Что за статистика у вас? Вот, блин, вот я просто тоже иногда люблю цифры посмотреть. Вот вывели бы статистику на экране, я бы такой, ага, паузочка, так, и так-так-так-так. Беру, естественно, пиццу, но потом посмотрю, что будет из этого получится. Значит, у вас, знаете что, у вас... Ну, блядь, пиццу, может быть, покупают, потому что, ну, приходят люди такие, на общак пиццу вязали, съели такие, типа, ну, блядь, чё, гава, ну, чё можно сказать ещё. У вас офигенный бургер, продавайте бургеры. Это будет и дороже уходить. То есть, пришли 4 человека, закалывал 4 бургера, дороже, чем пи, хотя, нет, так же может выйти, наверное. Смотри, какой бург, ладно. Одна из больших проблем, что Миша всё-таки хоть есть в нём стержень, но очень маленький, не может до конца управлять, а хозяйка, у тебя есть бургер стержень, но нет понимания, куда эти стержень использовать. Да, ну, говорю, в силу характера у них стоит жёсткости. Ну, я действительно не ресторан. Я даю возможность сейчас вам ровно одну минуту подумать и скажите мне, пожалуйста, кто из вас сейчас стоящих завтра... Мне всё кажется, что вот, ну, я смотрю на её наряд и что она сейчас пойдёт в караоке петь. Я прямо... Не будет участвовать в полной посадке. Все будем участвовать? Все? Все будете участвовать, да? Чё-то, чё-то интересно, чё-то он так, чё-то, 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 чё-то очень мутно, не зря, это всё-таки шоу, не зря они такую тему закинули. Ещё хозяйку в том числе. Да. Полным составом. Хорошо, вопросов нету. Завтра будет полная посадка. Спасибо. Мы будем стараться, справляться. Я не боюсь полной посадки. В любом случае мы с посадкой-то справимся. Мы получили кубок. Я переживаю то, что, конечно, завтра этот кубок у нас отнимут. Да, мы уже съедим его до завтра. К тому же отбирать нечего будет. Утреннее солнце озарило лучами света мрачный подвал ресторана Супергуд. Сомнительная еда, могильник в подсобке и куча долгов. Всем этим заправляет семейный анклав в лице мамы и дочки. Смогут ли сотрудники ресторана это изменить, пройдя проверку полной посадкой? Готовимся к сегодняшнему мероприятию. Так сказать, к полной посадочке. Думаю, что будем готовы, все сделаем хорошо. Не оплашаем. Первым делом приготовиться надо было в заготовке. Пришла пораньше, помыла все овощи, грибы принесла, лук, то есть то, что ему нужно всегда под рукой. Ну, чтобы хватало и вот ускорить процесс. Кухня в полной боевой готовности. Зал тоже не отстает. Зал был подготовлен на все сто процентов. Все перепроверили, перепроверили все приборы, чтобы все было на высшем уровне. Что-то как настроилась? Вообще. Я побаиваюсь, честно. Я тоже побаиваюсь. И только мама Наталья и ее дочь Кристина пророчат провал. Мы сейчас опозоримся. 100% я уверена. Отличный настрой лидера, шикарный просто. На работу сегодня с огромной тревогой. По поводу сегодняшнего дня. Да, еще скажи гороскоп почитала перед этим. Я всю ночь не спала, я не могу, это какой-то кошмар. Я боялась то, что мы вообще окажемся большой. И это весь Саранск. Ну какой Саранск, вся Россия. Неужели неуверенность администрации ресторана пошатнет боевой дух всего коллектива? Сможет ли Михаил вовремя проявить лидерские качества? И все ли уже готово к встрече гостей? Константин уже на месте. Я прям даже понять не могу, это кому возложили цветы? Ну такое, да, непонятно. Кристин, ну давай с тобой постоим, наверное, минуту молчания, да? Ты посмотри, как это выглядит, а? Тебя это ничего не смущает? Смущает? Давай, исправь, пожалуйста, сделай просто красиво. Хорошо. Похоже, Кристина уже похоронила заведение. Может, на кухне не все так мрачно? Мне кажется, кому-то сейчас настанет. Миша! Это продукты. Миша, это половина тебе. А он ничего не сделал, да? Типа ничего не поправили они? Ха-ха-ха-ха! И так сойдет. Как шефа, как управленца заведения, и ты свои продукты оставил на потом. Я больше выделил времени на заготовки, чем на уборку. А если хочешь, чтобы остаться в живых сегодня, даю 20 минут, чтобы навести порядок. Ну да, получили, конечно, за это. Сказали то, что нужно убрать. Мы, то есть, на это подзабили. И мы, действительно, с Мишей не поняли намеков Константина о том, что... В смысле, блядь, вы не поняли намеков? Вы что, тупые, что ли? Вам очевидные вещи показали, вам очевидные вещи сказали. В чем проблема была? Разобрать. Я не знаю, ну, коронек, если вы не хотите это убирать, ну, какую-то простынку накройте, чтобы в глаз не бросалось, я не знаю. Ну, смекалочку чуть-чуть, вот. Действительно, у него залежи такие вот. Он вчера говорил, кладбище мороз даст, согласно. Надо было как-то достать, разморозить, поверить. Неужели неразобранные морозильники помешают кухне вовремя приступить к готовке заказов? Гости на пороге ресторана. Я рада вас приветствовать в нашем заедении. Но не от всего сердца. Сколько у вас человек будет? Четверо. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Сегодня я буду вашим официантом. Салат идет у нас с говяжьей медальончики. Поливается там. Сразу предупреждаю, малиновый соус идет на любителя. Достаточно. Такой сладковатый на вкус. Ой. Вот это она молод... Прямо я респектую ей. Правильно и корректно мы принимали заказ, уточняли все моменты. С первыми гостями девочки справились. Кухня приступает к готовке. Шеф-салат. Салат Цезарь с креветками. Салат Цезарь с курицей. Бургер чук. Шашлык из свинины. Борщ. Запеченые селячьи ребра. Значально все шло хорошо. Мы отдавали все согласно чекам. А потом мне кажется, что тут даже пошло не так. Это такое опасное блюдо... платье мне переделайте пожалуйста я не заплакал конечно я не растерялся нам взяла и доела борщ девушка облилась переделайте пожалуйста и проблем с борщом у нас там блять если бы мне промок бы борщ промок бы борщ если бы потек бы борщ так сказать на меня я бы очень расстроился сказать давайте мы перейдем я не хочу уже борща точно но если как бы и хочу то явно не на хлебе все мы люди все мы ошибаемся самое главное понять нашу ошибку исправить ее миша осознать ошибки может что яйцо кидает туда типа смазывает его что ли как-то было до появления гостей сейчас нужно оперативно их исправлять прикиньте она падлу сделала просто сама проткнула и облилась чтобы мишку подвести было бы очень грустно так как похоже одним возвратом вам сегодня не обойти это прямо на столом да мне просто очень сильно раздражает те моменты на котором им реально указывают где еще сделать особенно стоп-лист и так сойдет когда мы говорим что падают ворщинки это все летит в еду как сегодня мы уже убедились я надеюсь это как раз он будет этот вот случай как раз будет доказательством то что нас лучше слушать десятому столу попался задель вот то что у нас на столах них отлетела в салат давайте заменим салат очень много приходилось переделывать это очень то есть тормозит это очень нервирует вот конечно игнорирование натальи жалоб своих сотрудников приводит к сбою всего рабочего процесса в хаос погружается и зал и кухня неужели наталья продолжит в том же духе и никак не повлияет на ситуацию очень жирно все короче там паника началась это вот сказали что очень жирно они не будут блюдо который я вчера сказал что это один из самых лучших fish and chips сегодня вернули посмотри колер отвратительный рыба набрала большое количество марта вчера да вчера я был конечно супер шеф сегодня я немножко немножко обкакался очередной возврат окончательно выбивает кухню из колеи официанты сдерживают гнев голодных гостей а кристина похоже тоже решила последовать примеру мамы ну нормально такой диалог да если вы может нас не хотите кормить просто скажите я уйду как бы типа ну такой провокационный ненужный разговор как по мне ну это не так уж и плохо сам не отвлекает руководитель тут получается то что у меня что-то начинает подгорать что-то получается сам кипит я чуть не закинул собрание еще еще не готова только шашлык доготавливается сколько во времени до 13 минут 13 минут и он где доготавливается доготавливается шашлык 13 минут все готово они уже бедные этот эту эту капусту уже просто изнасиловали сковородки они уже по второму или по третьему разу разогревать забыли шашлык и все вышло из контроля именно сегодня очень много гостей очень много заказов парик не справлять техническое технологическое оборудование исправлять через я уточнял рульку сделали шашлык жарить цвет минут через семь будет готова здесь было за пару я бегал сама гостей пытался обслужить наталья все-таки приходит на помощь своему коллективу поможет ли это исправить ситуацию да нет конечно куда ты понесла у тебя картошки здесь нету они уже ругаются я не знаю гости жаловались гости ругались гости возмущались но лично я сама ничего не могла сделать а ты фахидас поешь успокоишься нормально будет происходит зале это твоя мечта мечта с точки зрения того что у тебя полный зал и вот теперь ты видишь все свои минусы к сожалению пока ни одного плюса смотри шашлык это шашлык это вареный шашлык в лотке более но респект женщине это на самом деле стопернул кухню потому что многие такие типа нет до конца просто мучают людей там убивают люди потеют не плачет в истерике бьются она ну ранимая женщина но при этом сильные и умная когда руководитель сказал то что ну и я надеюсь как бы не от тупо страха она это сделала мы закрываем ресторан я совсем даже не понял как это можно миша миша еще как-то вы подождите танец он подождите так сам то что ждать дома вышли в зал я извинилась перед всеми гостями так уважаемые гости прошу минуточку внимания мы очень сильно облажали сегодня как по кухне технической возможности у нас обслужить такое количество гостей одновременно нет поэтому мы приняли решение то что мы закрываем то весь этот процесс таком гостей конечно мы не были готовы на самом деле просим извинения когда закрывал ресторан был довольно таки очень стыдно и даже тяжело было появится глаза полу стыдно перед гостями мы полностью облажались страшный сон ресторан закрыт гости уходят голодными неужели не компетентность администрации супер гуд привела к провалу неужели неуверенность михаила вредит процессу на кухне константин ивлев я бы не сказал что прям михаил тут как-то все взаимосвязано то есть не надо тут прям михаила скидывать ну вот тут реально цепочка как сказать правильно некомпетентных людей вот так вот будем говорить готов оценить сегодняшнюю работу что сегодня у вас здесь произошло ты за что-то что-то не видел бля слепой что ли для тебя вот этот вот кипиш костя и технически кухни справился однозначно кого я сделала из этого соответствующие вывода то что с таким огромным меню как бы нам не справиться просто-напросто молодец кристин то как вы отдавали только вы унижались перед гостями это не позор ваш непосредственно профессиональный ну конечно у нас полная посадка это технически невозможно подождите как это технически невозможно все возможно ты как администратор должна предугадывать и учить свой персонал какой ну да честно могу какой она администратор она дочка своей матери которая там работает вот и она даже никакое обучение не проходила может быть и конечно не знаю но с виду она некомпетентна то есть ее позвали как бы да ну вот сиди посмотри там за меня там так далее там людей погонять там порешай как положить вопросы какие-то девчонка молодая красивая как бы пора и работать уже но как бы с виду она не проявилась как сучка скажем так просто не полностью так сказать отдавалась дело он что-то там кипишовал но по минимуму там маму переживает маму за маму видно это точно ну а кристина ну что кристина не знаю лицом торговала ходила вот что я видел как кристины то что считаю нужным я считаю что я справилась со своей задачей сегодня ну как бы а как ты иначе еще считать можешь я не осуждаю ни в коем случае моменты работы в там ну семья работает в одном ресторане вообще общий бизнес там так далее ничего плохого нету если это делается не на это делается а с целью чтобы заработать чтобы помочь и так далее туда конечно потому что я являюсь тоже так сказать примером семьи и семейные работы я знаю как это тяжело как это трудно поэтому просто видно что кто-то из этих людей это обесценивает а кто-то старается делает бьет блять ну вот короче вот такие мысли я думаю ты меня поняла и ты брат у меня тоже понял короче ладно давайте поехали дальше а теперь ответьте вы мне михаил супер гениальный шеф я тебе даю подсказку встань на чеке встань на чеке если я стою на чеке соответственно кухня вообще останавливается что значит останавливаться у тебя два повара два пора они не успевают уже я должен быть команде как бы мальчик мой команда заключается в правильном управление я конечно до этого момента много не понимал на самом деле как упростить работу кухня сегодня у меня открылись глаза на это миша я помогу вам только ради тебя чтобы все-таки ты стал настоящим мужчиной и стал настоящим шефом заслуга настоящего мужчины не только в физической силе либо в уме хотя это два очень важных факторов быть мужиком отстаивать свою точку зрения не только мужскую ну и соответственно профессиональную как шеф значит сейчас вы разливаете холодильнике убираете все даже как и в зале и соответственно с вами прощаемся ну чё думаем-то думаем а чё замутит он да у тебя просто пив-бар бургер на типа не знают типа там знаете на мясе чего не такое и будем надеяться что завтра маруся будет улыбаться завтрашний день как бы честно говоря я жду с одной стороны с тревогой с волнением за то что будет но с другой стороны я жду его с восторгом я жду то что надеюсь что завтра константин нам все покажет как делать все быстрее энергичнее вкуснее мне очень интересно что здесь будет оставит что-то из нашего интерьера так скажем или заменит все я уверенна что будет лучше всю ночь команда константина ивлева трудилась над созданием нового культового места в городе саранске вы не знаете что у нас ждет чебуречные пельменные я не знаю даже просто невозможно передать пришли и были в таком восторге на сам а это рядом с азионом или что не могу понять если с азионом рядом это ну топовое место делим от самого логотипа от названия море мясо ну почти вот ну почти я угадал а там получается что-то будет опишин чипсы бургер у неплохо блин лого хорошее реально очень крутое лого я вас приветствую в кафе море мясо почему море не пока топ пока топ потому что что все любят кушать море это рыба абсолютно мясо она права но при этом это игра слов море мясо море мясо с точки зрения того что много мяса но и второй момент ввиду того что как раз есть еще и море вот здесь было вау да супер мы рады очень мы довольны это это вы будете мне развить или нашим поварам это будет ваш арт-объект игра с гостями хочешь вот например себе у тебя поработал в заведении хочешь вот вытащишь топор я у тебя навсегда останусь здесь вам что остальные не сломают что ли я думаю там кто-то так закинет и скажет ну я сейчас что угодно тут сделаю вот едят например гости вы приносите им счет или они вас просят счет а вы можете взять и подыграть да то есть а хотите мы вам сделаем все процентов скидку или вообще вы за до свидания заставлять работать за ночь команда константина ивлева перекрасила стены декорировала зал в новой концепции сделала новую вывеску поставила на входе инсталляцию для селфи так кривое зеркало еб а просто современность какая кухню закупили столы и сделали правильную логистику переставив мебель на все это важно врачено было 300 тысяч рублей беспокоился и переживал за то что немало пространства это называется логистика я убрал точнее переставил стол эти два холодильник которого стояли здесь они встали теперь там стало много светлее здесь да я в шоке правда честно такое впечатление как будто нас как бы стала посветлее у нас на кухне очень мне это все понравилось у нас очень стало много места раньше мы захвали вот да такое ощущение просто людям было лень заморочиться подумать нарисовать вы же там работаете вы же под себя там укладываете все какого хрена ну просто ну на секунду остановись посмотри переделай, это несложно. Сладильников там выглянем, покричим, кто что делает, непонятно. Сейчас Миша будет проще следить за обстановкой, проще читать чеки, проще видеть нашу работу. А теперь приглашаем оценить блюдо из обновленного, сокращенного меню. Ваши внимания, пожалуйста, из... Ну, нифига... Печеная буженина по-домашнему, и тартар из говядины с хрустящим картофелем, и паштет из куриной печени, и салат в стиле греческий, гороховый суп с копченостями, кстати, по моему фирменному рецепту. Тефтели из индейки. Тефтели? Не, индейку не люблю. Короче, кто пробует тефтели из индейки, пишите, интересно. Со сливочно-томатным соусом и картофельным пюре. Барашек в соусе из аджики и белой фасоли. Еды много, еда разнообразная. Ну, он им тоже сделал огромное меню. Да, получается. Ну, не такой уж прям поменьше. Ну, нету бургеров, нету фишн-чипса. Все-таки другое заведение, другой формат. Уверен, что многие из вас... А по твоим глазам я вообще вижу, что жрать хочешь? Да я вообще-то пацана не видел, блядь. Я его увидел только на фоне, когда он стоял. Чего он вообще там делает? Ну, никакого... Ни интервью, никакого акцента. Вообще ничего. Без проблем. Вопросов нет, ребят. Милси, прошу, пробуйте. Мне будет очень интересно послушать потом ваше мнение. Все продукты я знаю. Ну, то есть, вот в таком исполнении я еще ни разу не пробовала. Я была просто поражена. Да? Ну, тогда я, наверное, попробую печень. Офигенный тепель. Я не раз так их не пробовала, правда. Ну, настолько это было вкусно. Просто вау. Какой обалденный гороховый суп. Просто вообще классный. Как вкусно. Вкусно. Особенно вот этот вот соус остренький. Я в жизни такого очень пробовала. Это очень вкусно. Дегустация прошла вообще на ура. Надеемся, на ура пройдет и сегодняшняя полная посадка. Пора оплачиться в новую форму. Нет, это не тебе, это ей. Это мне? Это тебе, да. Я сначала не поняла. Ну, конечно, ты не поняла. Ты же у нас это... Королева. Тут рубашка. Какая рубашка? Причем здесь я вообще? Я объясню, Кристин, одну простую вещь. Я считаю, что ты занимаешь не свое место здесь в ресторане. В первую очередь просто ввиду того, что ты ничего не знаешь про заведение. Кафе, ресторан, бар, неважно. Поэтому, учитывая то, что твоя мама, она же хозяйка, дала мне полный карт-бланш, поэтому я тебя перевожу в официанты. Опа! Вот это интересно. Уйдет? Точнее, в помощники официанты. Поэтому ты будешь работать помощницей Дианы. Я бы сказала, что сегодня она будет помощницей именно меня. Я, конечно, была шокирована. Да, конечно, буду. Молодец, правильно. Что-то я, что-то такое, но слабо верится, если честно. Иногда делать шаг назад для того, чтобы потом делать два шага вперед. Итак, друзья мои, у нас очень большое количество... Блин, надо почитать за это заведение. Обязательно где-то найти информацию. Если у кого-то есть инфа, пожалуйста, в комментариях. Блин, очень интересно. Гостей стоит на улице. Вы знаете, город Саранск маленький, поэтому все знают о том, что сегодня открывается... Что? Море мяса. Море мяса. Погнали, давайте. Быстрее, время мало, поэтому Кажа занимается своим делом. Надеемся на ура. Пройдет и сегодняшняя полная... Она отдала рубашку маме, видели? Посадка. Пора облачиться в новую форму. Вы меня извините, пожалуйста, но я отказываюсь. Дальше участвую в съемке. Ну, просто песня сейчас. Я ухожу. Подожди, а как ты в общем быстро переобулась? Ты же при всех сказала, что ты хочешь. А вот так вот. Вот так вот дочка любит свою маму. Вот так вот она пытается ей помочь. Вот так вот. Я, наверное, сначала не обдумывала все вот это. Но потом я сижу и думаю. Мне это надо. Чего? Я официант? Вы что, с ума сошли? А кто ты? Ну, мне просто интересно, кто ты вообще. Ну, то есть, чем ты до этого занималась? Почему ты тогда на этом рабочем месте находишься? Ну, то есть, блядь, кто ты такая вообще? Кроме того, как, ну, не знаю, показывать свое высокомерие. То есть, не, возможно, конечно, человек очень хороший, очень приятный. Это просто для шоу. Но в рамках данного формата проявляется максимальная стервозность. Без проблем. Это твое полностью право. Не хочешь работать? Молодец. Ты офигенно поддержишь свою семью. Самое главное, свою маму. Можете говорить все, что угодно. А что это? Ну, конечно, как угодно могу говорить. Он все правильно говорит. Она подвела, конечно, маму, именно как у руководителя. Наталья Санановна очень сильно переживала. Неужели? Да? Куда переживать-то? Я тоже не понимаю. Вот, некоторых родителей, которые вот прям, ну, в жопу целуют своих детей. Там, да, что-то не так, там, что-то еще. Это взрослый ребенок у вас уже. Ему больше 20 лет, там, да. Вот еще, особенно, там, больше 25 лет. Вы за них закрываете кредиты, блядь. Отдаете долги, решаете их проблемы. Это взрослые люди уже. Вы понимаете? И они должны ответственность брать на себя. То есть, вот эта вот залюбленность максимальная, она, ну, зачем она нужна? А потом, ну, я, типа, блядь, я не знаю. А как эти потом люди должны выживать вообще? В нынешнем современном мире. Ну, это жопа полная. И поступок Кристины поставит под угрозу полную посадку. Сможет ли Наталья справиться с эмоциями и стать настоящим руководителем кафе «Море мяса»? А Михаил укрепится на месте шеф-повара. Гости уже на пороге. Добрый день, уважаемые гости. Рада приветствовать вас в нашем новом кафе «Море мяса». Вот сейчас у нас покушаешь, да, и точно все у тебя получится. Ой, хорошо сказала, хорошо. Пченки стали активно принимать их заказы. Зал под руководством Натальи держится уверенно. Эстафета переходит на кухню. Смогут ли повара справиться с новым меню и накормить всех желающих? Шеф, заказ первый. Молодец. Первый заказ. Салат из буженины. Один раз. Лепешка с рулькой. Один раз. Супергуд бургер. Белая булка соус барбекю. Один раз. Да, было приятно то, что оставили на самом деле бургера и треску в кляре. Очень приятно. То, что именно Константину понравилось. Кухня берется за работу. А вот в зале появилось небольшое напряжение. А что вы заказываете? Что вы заказываете? Можно сказать, лимонад и чай. Лимонад и чай. Наталья Александровна приходила. Сейчас еще выполнять работу и администратора, и соответственного официанта дополнительного, которому нам нужна была помощь. Наталья показала себя как истинный руководитель. А вот кухня столкнулась с проблемами. Ну, где ты видела такой зеленый горошек? Ну, я же тебе сказал, нарезать все в стиле ни больше, ни меньше зеленого горошка. Ты что, надо было эти квадратики еще в уголочке обточить, чтобы это был прям идеальный кружочек. Прям горошек. Ты что, не понимаешь? Горошек. Было? Ну, да. Какого ты нарезала это все мелкую? Где ты такой зеленый горошек видела? Найди мне, где ты его видела, а? Он мне просто похвалил, что хорошо режу, я немножко, короче, в себя поверила. Он не знает, что. Ты что лепишься теперь? Куда ты это накладываешь? Знаете, в цели. С какой тарелки киткели подаются? Жестко. Очень жестко. Эх, а что там ремонтик-то не доделали, ребята? Что-то мне не очень нравится. Ты с этими тарелками. Не знаю. Такой, блядь, последнюю развил за тебя. И высушили. Как это отдавать можно? Объясни мне, шеф. Да, сестра. А ты клуша, что ты делаешь-то, а? Бестолый, что ты сейчас показывал вам, как надо сделать? О, ты еще слюни здесь разлила. Нет, нет, не буду. Что? Нет, нет. Блин, жестко. Что-то он их жестко. Ну, мне нравится, потому что до этого такого не было. Блин, пятый сезон, в конце концов. Ты что стоишь, молчишь-то, а? Я что здесь должен один воевать с этим идиотизмом? Сможет ли Михаил взять себя в руки и стать уже, наконец-то, настоящим шефом? Ведь гости уже заждались своих заказов. Заказали, минут 15 несли. Слава богу, успели принести, потому что мы хотели весь реквизит начать съесть. Ну, мы просто не успевали маленького, потому что народу было очень много. Девушка, девушка. А где та брюнетка сочная? Я чисто из-за нее пришел. Девушка, а где заказ наш? И Наталья Александровна честно, искренне помогала. Приношу свои извинения. У нас сегодня достаточно официантов. Наталья по-прежнему не сдает лидерские позиции в зале. А как там кухня? Цигровые креветки, салат с бужениной и паштет. Да, шеф. Марусь. Да, шеф. Слышал заказ? Миша смог. И выдержит, честно говоря, накал Константина. Таких больше нету? В это когда-нибудь? Гениально. Миша, я тебя обожаю. Блин, засос бы тебя поцеловал. Но люди здесь. О, смелее, смелее. Правильно. И подти... Вот, вот, красавчик. Наконец-то, блин. Давай, убирай его. Миша справился с задачей. Все заказы отданы в зал. Гости сыты и довольны. Посадка удалась. Людям нравились блюда. Такое чувство, как будто гости чуть ли не вылизывали на с тарелки. Вот так вот, благодаря Константину Ивлеву, в городе Саранске появилось очередное место, где можно вкусно поесть. Так, ну что, моя команда Ураган. Как дела? Ну, в общем, здорово. Это грустно. А в общем и целом. Того, что Кристины нет? Да. Я не знаю, права она или не права. Ну, не права, во всяком случае, не то что по отношению к вам, не права по отношению ко мне. Ну, бля, золотые слова. Она могла хотя бы этот день помочь маме отпахать. Очень спокойно. Потому что, как бы, до этого ты занимала свою рабочую позицию. Тебя что-то ничего не мучило. А тут, ну, какая такая неблагодарочка прям неприятная, знаете. Я думаю, что она сделала выводы определенные. Я хочу в это верить. Шеф. Миша. Да, грустно, когда, наверное, твои же дети тебя подводят. Ну, и родители тоже бывают на тени сахара. Поэтому дело не только, ну, как бы, в детях. Но в данном случае, именно вот, ну, как по мне, дочь. Ты умеешь готовить. У тебя есть вкус. Ну, ты шеф, ты эталон. У тебя две офигенные девчонки работают, понимаешь? И ты должен перед ними быть авторитетом. Ну, прям, чтобы кулаком по столу, как долган, вот и все. Ну, в принципе, я думаю, Миша справится. Миша, у нас хороший шаг. Все, спасибо вам большое. Мне надо, соответственно, извините, ехать дальше. Потому что таких, как вы, фисташков, у меня достаточно много. Все, пока-пока. Пока-пока. Огромное спасибо Константину, что он к нам приехал. Ну, это все, мотно. Ну, мне интересно, просто дочку-то вообще хоть как-то проявили. Нет, видимо, нет. Ну, ладно, короче. На этом, на этом мы и закончим. Небольшая грусть вот у меня осталась из-за вот этого конфликта с дочерью. Но у меня есть такое еще понимание, что, возможно, ты просто нарисованный персонаж. Для определенного на эти шоу, как я это говорил. Ну, и вам, если, конечно, понравилось, ребята, я сейчас лежу там. Не забываем, после операции прихожу в себя. Лайк поставьте. По-братски. Хорошего вам настроения. Прекрасного здоровья. Великолепного лета. До новых встреч.